Музыка Вынесено очередное изменение в приказ Нездравой России номер 334-Н Об утверждении положения, об аккредитации специалистов Это уже третье изменение в приказ Первое было в конце 2016 года, приказ номер 974-Н Второе год назад, приказ 234-Н Давайте выясним, какие появились изменения, на которые, по моему мнению, стоит обратить внимание Перечислю их Первое Прием документов от аккредитуемых секретарем аккредитационной подкомиссии Будет осуществляться не реже одного раза в квартал в течение года Сроки приема должны быть доступны на официальном сайте Второе Уточнено, что для аккредитуемого с высшим медицинским или фармацевтическим образованием для оценки его практических навыков и умений В симулированных условиях должно быть предложено не менее пяти практических заданий А со средним образованием всего лишь одного При этом, для аккредитуемого с высшим образованием на выполнение одного практического задания отводится 10 минут А со средним 30 минут Из этого следует, что врачи должны быть шустрее и сообразительнее медсестер в три раза Это не я установил Минздрав Третье Стал ограничен срок до пяти рабочих дней на подачу заявления о повторном прохождении этапа аккредитации специалиста Срок носит пресекательный характер Если он пропущен, специалист признается непрошедшим аккредитацию И четвертое Выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии, содержащая соответствующее решение Прошел, не прошел Будет заверяться печатью Приказ вступает в силу с 3 июня 2018 года Редактор субтитров А.Семкин